В борьбе за собственные деньги многодетная мать из Собинского района не может получить выплату Сбербанке. Женщина вступила в права наследствия, оформила все необходимые документы, но деньги ей не отдают. Ссылаются на техническую ошибку. С подробностями Ольга Федина. Людмила Груздева в банк ходит как на работу. Женщина вступила в права наследства своей матери и должна получить деньги. Но это оказалось непросто. Сотрудники банка уже неделю не могут выдать деньги наследнице. Какой-то сбой в программе, ошибка программы в Сбербанке. Они точно ничего не уточняют. Говорят, ожидайте. И сроки сейчас тоже не говорят. Сначала был день, потом три дня. Сейчас со сроками вообще ничего не ясно и непонятно. А деньги Людмиле Груздевой очень нужны. И женщина воспитывает трое их детей, которых нужно отправлять на летний отдых. К тому же пора начинать запланированный ремонт в доме. Последние деньги были потрачены на оформление наследства, признается Людмила. Чтобы выяснить, когда же многодетная мать получит положенную ей сумму, мы отправились в банк. Там сразу дали понять, что нам не рады. Наташа, банк, вы за съемку везде? К сожалению. Мало того, что сотрудница банка запретила нам съемку в общественном месте, так еще и нажала на тревожную кнопку. Почему она решила действовать именно так, вопреки законам Российской Федерации, для всех остается загадкой. Прибывших на место правоохранителей вызов тоже удивил, ведь в банк зашли не грабители, а всего лишь навсего журналисты. Да и съемку мы вели в общественном месте, что законом разрешено. В съемочной группе вопросов у полицейских не возникло. А вот в банке за время, пока шли эти разбирательства, помочь Людмиле Груздевой так и не смогли. Мы пришли в банк разбираться, нажали на тревожную кнопку, вызвали милицию, хотели выгнать нас, как злостных нарушителей. Дальше по ситуации ничего неизвестно и непонятно пока. В пресс-службе Сбербанка сотрудники оказались вежливее. За неадекватное поведение своей коллеги из Собинки они извинились. Что же касается проблемы многодетной матери, то после нашего вмешательства банку удалось решить ее меньше, чем за сутки. Действительно из-за сбоя в программе данные клиентки в системе отражались некорректно. В настоящее время проблема уже решена и Людмила Викторовна сегодня сможет получить свои денежные средства. Сбербанк приносит свои извинения за причиненные неудобства. Свои деньги Людмила Груздева действительно сегодня уже получила. Только вот почему добиваться их от Сбербанка пришлось такими усилиями? Большой вопрос. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Готовятся к купальному сезону. Волонтеры уже начали расчищать берега водоемов от мусора, чтобы летом владимирцы могли отдыхать на чистых пляжах. Причем убирают территорию не только официально разрешенных водоемов. О том, где предпочитают купаться владимирцы, насколько это безопасно и почему так называемые карьеры до сих пор не попали в список разрешенных мест для отдыха, расскажет Алексей Дудин. Помойка, а не пляж. Так говорят волонтеры об улыбышевских карьерах. Чистят этот берег они регулярно, но свалка не уменьшается. Было очень много всего. Сам, наверное, неожиданно. Это были бамперсы, как ни странно. Их было очень много. Мы думали, что будет гораздо меньше. Мы не думали, что все настолько. Вот здесь просто пройдем буквально, не знаю, несколько метров и опять очередная куча. Сегодня Экодисан в составе 30 будущих экологов вывез отсюда 20 кубов мусора. Работали студенты полтора часа. Вот только разовые акции ситуацию не исправят. Проблему надо решать на другом уровне, уверены активисты. Основная цель сегодня не именно убрать физически, очистить берег водоема от мусора, а именно привлечь власти, официальные лица к этой проблеме, чтобы здесь был организован вывоз мусора, чтобы здесь было организовано централизованное место досуга и отдыха. Разговоры о том, чтобы карьерам присвоить статус официального пляжа, идут не первый год. Только вот в МЧС разрешение на это не дают. Причины – крутой спуск в водоем, да и само дно неровное. Глубина ям в карьерах порой достигает 14-18 метров. Если на этих карьерах заходишь и через 2 метра сразу начинается 10 метров глубина, там просто физически нельзя его взять. Можно, конечно, надо бы проводить земляные работы, насыпать вот этот участок, такой пологий. Карьеры располагаются на территории Вяткинского сельского поселения, которое входит в состав Судогодского района. Бюджет всего поселения – 14 миллионов рублей в год. И ни о каком благоустройстве места отдыха и земляных работах не может идти речь. К тому же… Во-первых, здесь о земле Гослисфонда, как уже было изначально сказано, да, вопрос к ним, как дают они разрешение на то, чтобы было здесь организовано место отдыха или нет. Как на это Роспроднадзор подсмотрит, да, какие разрешительные документы выдаст этот орган. Купальный сезон стартует 1 июня и продлится 2 месяца. Официально плавать можно в 55 водоемах области. Четыре из них в черте Владимира. Это пляж на Клязьме, на реке Содышко, озера Глубокое и Семязино. На последнем, ближе к лету, начнутся работы по благоустройству. Ежегодно здесь приводят в порядок зону отдыха на берегу, организуют спортплощадки, водолазы чистят дно. Уже есть договоренность с полицией, которая будет заглядывать на пляж два раза в день. И заключены договоры с тремя спасателями. Они будут дежурить ежедневно с 11 до 19. Одна из обязанностей спасателей будет перед началом рабочего дня и по окончании убирать мусор в специальные контейнеры, которые будут установлены на пляже. Будет заключен договор специальной мусоровозящей компании пять раз в неделю. За прошлый купальный сезон в области утонуло 32 человека, в том числе 4 ребенка. Причем ныряли они исключительно в тех водоемах, где купание запрещено. На официально разрешенных для купания местах погибших не было. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Детская безопасность превыше всего. В преддверии летних каникул правоохранительные органы, врачи и педагоги настоятельно рекомендуют родителям организовать досуг школьников и не оставлять детей без присмотра. О том, чем чревата безответственность взрослых, сегодня говорили на пресс-конференции в Белом доме. Лето еще не началось, а в области уже произошло несколько несчастных случаев с детьми. На что специалисты советуют обратить особое внимание, и как в этом году в регионе организовали детский отдых, расскажет Оксана Любимова. Лучшая профилактика травматизма и несчастных случаев – родительский контроль. В один голос говорят те, кто отвечает за детскую безопасность. До начала летних каникул считанные дни педагоги, врачи и правоохранители советуют взрослым задуматься, чем занять детей в свободное время. Школьные и загородные лагеря, спортивные секции, клубы по месту жительства. В этом году в области детским отдыхом школьников займутся четыре сотни образовательных учреждений. Специалисты говорят, оставляя детей одних, родители сильно рискуют. Или это пожар, если ребёнок не умеет пользоваться электричеством, если он не умеет пользоваться спичками правильно и так далее, и так далее. Это может быть просто работа в интернете и встреча с незнакомцем, который потом будет делать интересные для ребёнка предложения. Или это может быть просто открытая дверь, куда войдёт недобрый человек. Особое опасение вызывает отдых детей на природе. В области уже зарегистрировано почти 300 случаев укусов клещей. Семь насекомых оказались носителями боррелиоза. И только по счастливой случайности никто из пострадавших пациентов опасной болезнью не заразился. Специально для родителей врачи разработали памятки по оказанию первой помощи в разных ситуациях. Их можно найти на сайте Департамента здравоохранения. Но самое главное... Человек заболевший, но чётко должен понимать, что надо сразу подойти к доктору. Надо чётко понимать, что здесь ребёнка оставлять или как бы принимать участие, просто оставить его в покое, сказать, что прийти потом с каким-то осложнением, сказать, что три недели назад мы были в лесу и что-то случилось, это как бы я хочу, чтобы сегодня родители услышали. Во время школьных каникул особое внимание собираются уделить безопасности дорожного движения и профилактике детских правонарушений. Только за последние три месяца в регионе случилось 54 аварии с участием детей. И уже есть факты несчастных случаев. Есть и случаи выпадения из окон в этом году, есть уже и гибель несовершеннолетних на путях железной дороги. Всё это происходит, по большому счёту, от недосмотра. Да, мы называем это несчастными случаями, но по большому счёту за этим кроется ослабление контроля со стороны родителей. Кстати, о правилах поведения на дорогах, вблизи водоёмов и на природе перед каникулами ещё раз напомнят всем школьникам. Последний урок в этом учебном году в школах 33 региона станет уроком безопасности. Оксана Любимова, Артём Горчаков, 6 канал. Люди знали, что покупали. Собственники участков рядом с деревней Бородино Суздальского района приобретали земли сельхозназначения, а значит должны их обрабатывать. Такой ответ мы получили из Суздальской районной администрации. Напомним, на прошлой неделе к нам обратились владельцы участков. Они рассчитали, что переведут земли в зону индивидуальной жилой застройки. За три года людям удалось оформить документы. На руках у них внесённые изменения в генплан и постановление от главы Новоалександровского сельского поселения. Только вот до стройки дело так и не дошло. Нам сказали, что есть шанс и полный успех, что переведут в ЖС, всё нормально будет. Но как бы застопорилось. Мы наняли адвоката. Адвокат три месяца переводил какие-то документы, делал там и так далее. В итоге ничего. Документы люди получали у чиновников Новоалександровского сельского поселения. А в прошлом году полномочия передали в Суздальскую районную администрацию. Там утверждают, что бумаги собственников участков выдавались незаконно. Людей ввели в заблуждение и в ближайшем будущем построить дома на землях сельхоз. Назначение им не удастся. А вот разобраться с теми, кто выдавал разрешение документы, должны правоохранительные органы. Каким-то там непонятным путём странно. Тут странностей много. Вот сейчас разбираемся. Были там деятели политические в Новоалександровском сельском поселении, которые бездумно или безграмотно или специально всю эту ситуацию приводили в такое дело. Где-то и людей обманывали, где-то люди сами шли на самообман. Понимаете? Приступили к работе. Сегодня прошло первое заседание Молодёжной Думы при ЗАГС Собрании области третьего созыва. Среди молодых депутатов избранники от трёх основных партий региона. Сегодня они получили удостоверение. Членов Молодёжной Думы выбрали председателя. На место главы претендовали двое кандидатов. 18-летний Олег Белозёров и 22-летний Полина Юрманова. Последняя строила свою программу, исходя из предыдущего опыта. Девушка являлась членом первых двух составов Молодёжной Думы. Юрманова на должность председателя выбрали большинством голосов. В своей концепции я объединяю весь лучший опыт первого и второго состава Молодёжной Думы. И предлагаю направление. Это и законотворчество, это направление патриотизма и добровольчества. Конечно же, это спорт и ГТО. То есть самые основные направления, которые интересны сейчас молодёжи. Моя программа заключена в двух конкретных аспектах. Первый вектор – это направление поддержки молодёжного предпринимательства. То есть большее количество субсидирований, грантов для стартапов. Второе – это поддержка спорта, здравоохранения и также составление законодательных инициатив, которые будут идти против различных экстремистских религиозных общин и тоталитарных сект. Удачи молодым депутатам сегодня пожелала председатель ЗАГС Собрания региона. Именно по инициативе законодателей Молодёжная Дума была создана впервые 4 года назад. Народные избранники хотели познакомиться с активной молодёжью и услышать их идеи. Некоторые региональные законы приняты именно с подачи молодых депутатов. В их числе запрет алкоэнергетиков в области и закон о патриотическом воспитании. Молодёжная Дума – это один из инструментов сегодня выявления лучших ребят, лучшей молодёжи в регионе. И эта система тоже уже начала работать. Порядка 7 человек из первого состава Молодёжной Думы и 10 человек из второго состава Молодёжной Думы сегодня уже работают либо в органах местного самоуправления, либо в законодательном собрании, либо в администрации области. Некоторые вышли уже на федеральный уровень. Поэтому мы считаем, что сегодня Молодёжная Дума – это именно тот орган, тот инструмент, который необходим нам и для развития законотворчества, и для поиска новых инициативных молодых ребят. Владимир готовится к четвёртому экономическому форуму. В этом году он носит название «Малое и среднее предпринимательство. Время быть лидерами» пройдёт форум с 27 по 29 мая. Ожидается, что в нём примут участие множество ВИП-гостей и делегаций, как из регионов России, так и из-за рубежа. Подробнее о подготовке к форуму мы поговорим с заместителем председателя законодательного собрания области Ольгой Хохловой. Сегодня она гость студии «Шестого канала». Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы уже четвёртый год будем принимать гостей на экономический форум. Расскажите, насколько значимое это мероприятие для нашего региона, во-первых. На самом деле, действительно, экономический форум – это такое событие очень важное для региона, потому что после каждого обязательно форума у нас появляются новые предприятия, у нас новые договоры с крупными инвесторами, и это очень важно для нашей территории. новые рабочие места и совершенно новые перспективы развития нашей области. Я знаю, что вы будете возглавлять круглый стол, который называется «Безнапасность потребительского рынка и добросовестная конкуренция» как стимул экономического роста Владимирской области. Говорящие названия. Тем не менее, кто приглашён на этот круглый стол и о чём пойдёт речь? Да, название действительно говорящее. Мы выбрали такую тему, потому что, возглавляя региональное отделение партии «Единая Россия», у нас есть замечательный партийный проект «Знак качества». И Дмитрий Семёнов, который активист наш, проводит очень большую работу по этому партийному проекту. Его даже пригласили на федеральный уровень возглавить и там эту работу. Что важно? Вот в работе малого и среднего предпринимательства очень важно качество. Сегодня мы уже не гонимся за количеством. Чтобы выйти на мировой уровень, быть конкурентоспособными с такими лидерами производства и продовольственных, и промышленных товаров, нам очень важно качество. Поэтому мы пригласили как раз руководителей наших федеральных проектов, это члены Совета Федерации Тимченко, Корягин, которые именно занимаются этим проектом. К нам собирается Онищенко, к нам собирается приехать уполномоченный по правам человека. Ну, если не сорвется, конечно, поездка, мы бы были очень рады видеть ее. Поэтому, надеюсь, что в круглом столе у нас примуты наши местные, представители малого и среднего бизнеса, наши опоры России, деловой России. Мы пригласили прокуратуру, которая подтвердила свое присутствие, потому что многие рейды мы проводим вместе и с нашим потребнадзором российским, и с прокуратурой, и с ФАСом. И эти представители обязательно будут на нашем круглом столе. Не менее интересен будет доклад Лозового, руководителя нашего ящерного института, который занимается заболеваниями животных, которые бы как раз нам не нужны. А чтобы победить эти заболевания, наш институт тоже имеет такой уже уровень, не только федеральный, но и выходит на мировые стандарты. И нам бы услышать их очень важно, и сотрудничать с ними. Поэтому партийный проект наш подпишет соглашение с институтом, и будем работать с ними вместе. И хотелось бы нам подписать, пока вот боюсь сглазить, но хочется подписать соглашение о сотрудничестве с полномоченным по правам человека, ну, на уровне нашего региона. Романова Людмила Валерьевна будет также присутствовать на нашем круглом столе. Ольга Николаевна, еще один вопрос, который я хотела вам задать, он не касается темы форума. Сегодня прошел комитет по образованию, науке и спорту. Я знаю, что там был перераспределен бюджет. Расскажите, вот основные вехи, куда какие деньги были направлены? Сегодня мы, когда перераспределяли бюджет, увидели 28 миллионов на приобретение новых школьных автобусов. Это были изысканные внутри нашего бюджета департаменты, эти резервы. И сегодня будет к новому учебному году порядка 17 единиц обновлен школьный парк, и это нас очень радует, действительно. Порадовало то, что у нас деньги выделены на строительство школы в городе Владимире в Юго-Западном районе на 1200 мест. То, что мы будем достраивать детские сады и в городе Александрово, и в Меленках, и во Владимире в микрорайоне Коммунар. Мы поучаствуем в программе в этом году по ремонту спортивных залов в сельских школах. Также выделены деньги на пополнение материальной базы детских школ искусств. Кроме того, наверное, тоже порадоваться стоит нам всем. Мы знаем, что Гороховец у нас в 24-м году будет юбилей свой отмечать. И сегодня мы приняли постановление о передаче 16 наших памятников культуры из регионального уровня на федеральный уровень. Если нам удастся это сделать, и министерство действительно примет их, это будет большая победа. Спасибо. Я напомню только, что мы беседовали с Ольгой Николаевной Хохловой, заместителем председателя Законодательного собрания Владимирской области. Отправляются охранять Кремль. Десять лучших призывников региона будут служить в элитных войсках страны, президентском полку в Москве. Эта воинская часть располагается на территории Кремля. Она входит в состав Федеральной службы охраны. Служить там почетно и ответственно попадают да только лучшие бойцы. Рослые, выносливые, физически крепкие. Из 30 прецедентов отобрали 10. Не хотел косить ничего, я тоже хотел поступить. Вот тут поступило предложение, что есть возможность в президентский полк попасть. Я сразу откликнулся на это предложение. Как сам военком мне сказал, будем гордиться всей Владимирской области, Петушинским районом. Бойцы президентского полка присутствуют в мероприятиях с участием президента. Встречи с главами других государств охраняют территорию самого Кремля. Владимирцы пополняют ряды элитных войск регулярно, два раза в год. Кроме этого, востребованы призывники 33 региона и в других частях. По словам военного комиссара, требования к качеству будущих солдат ежегодно повышаются. Не снижается и план набора. В эту призывную кампанию сложить в армию из Владимирской области отправится 1400 человек. У нас очень много желают идти в воздушно-десантные войска. Юноши уже с большим желанием идут в армию. У нас уменьшается количество уклонистов. Поэтому все идет в штатном режиме. И последнее. Город расцветает. В Владимире продолжаются работы по благоустройству и озеленению. Сегодня около Белого дома устроили розарий. Скоро он порадует владимирцев яркими красками и приятным ароматом на высадке цветов побывала Маргарита Махрова. Символ города из цветов. Елена Гусева завершает работу над необычной высокой клумбой. Ее хорошо видно с разных точек обзора. По словам женщины, создавать такие цветники непросто. Много мелких деталей. Все размечается в странной бумаге, потом на земле. В этом году у нас золотые ворота. Здесь у нас и щепа, бегони, цветы, цинерарка. Много всего тут. Сложно. Высокие цветники появятся и на улице Добросельской. К летнему сезону озеленители не только украшают город цветами, но и обрезают деревья, декоративные кустарники, приводят в порядок газоны. Аккуратная цветущая клумба – результат работы целой команды специалистов. Сначала мастер с дизайнером разрабатывает эскиз цветника. Дальше уже мастер смотрит, какие по цвету цветы подойдут. У нас несколько мастеров, и каждый мастер отвечает за свой участок в городе. Например, сейчас работы ведутся на Октябрьском проспекте, где мы с вами находимся, в парке Пушкина. В Липках сегодня у нас высаживается клумба. В принципе, ни один участок города у нас не является брошенным. Вдоль магистральных улиц уже появились вертикальные цветники. Их украшают пестрые петунии. Владимирцев обещают удивить и новыми композициями. Появятся новые вертикальные конструкции. Часть уже мы начали выставлять. Здесь при въездах в город очень красивый вертикальный цветник, пятилистник. Сегодня мы уже выставили на проспекте Ленина такой и на выезде на Юрьев-Польский. Вертикальные цветники-пятилистники преобразят также въезды со стороны Суздаля и Боголюбова. В этом году в городе впервые появятся розарии. Для этого заказали тысячу роз красного и розового цвета. Около Белого дома сегодня уже высадили часть растений. Все розы голландских сортов, они неприхотливы и приспособлены к климату средней полосы. У каждого куста на клумбе будет свое пространство. Колышек вбиваю, делаем правильную разметочку, чтобы ровненько посадить розы. Рабочие выкапывают ямы, извлекают рассаду и высаживают ее в плодородный грунт. Рядом машина для полива. Молодым растениям нужно много влаги. Клумба будет радовать горожан весь сезон. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6to.ru. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин